Всем привет, ребята! Вы на канале Мэри Геймс, и мы продолжаем играть в My Devil Lovers. Сегодня мы с вами проходим... продолжаем проходить историю с Митсуги и проходим эпизод седьмой. Я собралась с силами и задала Ливи вопрос. Ты что-то узнала? Из разговора с полицией я поняла, что та девушка принимала наркотик, о котором мы говорили. Она говорила о наркотике, который был распространен в модельном бизнесе. Когда я впервые услышала о нем, я спросила своих коллег об этом веществе. Однако никто мне не рассказал никаких деталей, кроме того, что этот наркотик меняет личность человека. Этот наркотик явно ходит по рукам, но почему-то никто не знает точно, что это такое. Модельный бизнес казался большим, но Ливи была уверена, что он на самом деле гораздо меньше. В нем вращались разные люди, но далеко не все в нем оставались надолго. Многие профессионалы меняли направление работы или вообще уходили из этой индустрии. Именно поэтому странно, что Ливи, которая находится в числе избранных профессионалов, ничего не знала об этом в слухе. Фотографы и другие сотрудники также знали об этом совсем немного. Было странно, что о наркотике слышало так мало людей. Было еще более странно, что все они были моделями. Что случилось с той женщиной? Она ничего не помнит. Она не знает, от кого получила этот наркотик и не может объяснить, как именно она его приняла. Ты думаешь, что она лжет? Митсуки явно не верил словам этой женщины, однако Ливи помотала головой. Сначала и я так подумала, поэтому я ее навестила. Разве она не в участке? У меня везде есть связи. Впечатляюще. Я бы не хотела быть ее врагом. Думаю, даже демоны со мной бы согласились. Поговорив с ней, я поняла, что она не врет. Она и вправду ничего не помнит. Угадай, как она отреагировала на мой приход. Наверное, посмотрела с ненавистью или с сожалением. Однако правильный ответ был неожиданным. Ее глаза загорелись. Что? В смысле, как бы говоря, что уж в этот раз я тебя точно прикончу? Мэри и я знаем, что она не психопатка. Ливи посмотрела на меня, ища поддержки. Я кивнула. Во время атаки она точно ненавидела и боялась Ливи. Она вела себя очень хорошо, пока мы общались. Сказала, что мой пример вдохновил ее на то, чтобы стать моделью. Она также призналась, что в последнее время ее дела шли не очень хорошо. Может быть, она просто играла, чтобы ты ее пожалела? Ты и вправду думаешь, что она могла бы меня обмануть? Кто знает. Он произнес эту фразу, но выражение его лица показывало, что он сам в это не верит. Все решил один день. Ее выбрали в качестве модели для рекламы косметики, но в последний момент разорвали контракт. Это должно быть повергло ее в шок. Если бы я была на ее месте, мне бы потребовалось много времени, чтобы оправиться. Она сказала, что видела все произошедшее, как в тумане, как будто все это был только дурной сон. Значит, я была права, когда подумала, что она выглядит, будто только что проснулась. Когда я вспомнила ее лицо, которое было бледнее ее светлых волос, я вздрогнула. И? Что ты имеешь в виду под И? Митсуки с отвращением посмотрел на Ливи и повернул руль влево. На дороге было много машин. Мы явно попали в час пик. Митсуки пытался выбирать более свободные улицы, но мы все равно попали в пробку. Все, что я услышал, это то, что женщина приняла наркотик и потеряла ощущение реальности. Я не вижу связи между этим фактом и тем, что она ударила вас ножом. Терпение, Митсуки. Помни, что нетерпеливые мужчины не пользуются популярностью у девушек. Ливи сказала это и пожала плечами. Мне показалось, что руль повернулся с визжащим звуком. Не сердись. Я узнала еще кое-что. Ты знаешь, почему она на тебя напала? Ты права. Мэри, ты такая умная. Дело в том, что ее уволили, а меня поставили на ее место. В этом бизнесе все зависит от того, какой образ хотят создать производители. Если есть модель, которая соответствует этому образу, и кроме того, она всемирно известна, заказчик всегда выбирает ее. То есть... Да, ужасно, когда твой собственный кумир забирает твое место под солнцем. Злость, горе, фрустрация. Что ощущают люди, которые чувствуют все эти эмоции сразу? Я не могла даже представить этого. Ну и что? Даже несмотря на новые детали истории, Митсуги казался равнодушным к судьбе этой женщины. Он выглядел так, будто прочитал дешевый роман с предсказуемым концом. Я видела, что ему совсем не интересно. Если ты хочешь сохранить работу, тебе нужно быть сильной. Говорить, что ты не можешь чего-то сделать и винить других, это просто лень. Меня от этого воротит. Митсуги добавил к своим словам выражение отвращения на лице. Я... Не вступать в дискуссию. Митсуги прав. Она совершила непростительную ошибку. Вокруг много людей, которым приходилось начинать с самых низких позиций. Это не ее случай, но я ее не виню. Я подумала, что тоже могла бы однажды сделать неправильный выбор. Если бы это случилось, я вполне бы могла совершить непоправимую ошибку. Не все так сильны, как ты. Я была уверена, что мой взгляд, направленный на Митсуги, был обвиняющим. Мне жаль прерывать вашу горячую дискуссию, но я должна вам напомнить, что мы, собственно, тут обсуждаем. Мы говорим о ее преступлении. Не понимаю, почему мне приходится вам об этом напоминать. Мы говорим о наркотике. Наркотик. Я вспомнила слова Леви о том, что женщина в момент нападения находилась под действием наркотика. Она была зависима от этого вещества. Она пыталась убежать от действительности, так? Почему ты всегда так негативно все воспринимаешь? Тебе нужно поработать над своим характером. Митсуги не нашел подходящего ответа на выпад Леви и замолчал. Леви между тем тараторила. Она вообще не хотела принимать этот наркотик. В ее вещах тоже не нашли никаких подозрительных субстанций. То есть она вообще не осознала, что начала сходить с ума. Ее разум помутился, как будто она находилась между реальностью и иллюзорным миром. Она не могла контролировать свои эмоции, поэтому проявилась темная сторона ее личности. Результат мы знаем. Наша машина остановилась. Мы снова попали в пробку. Леви что-то крутила в руках. Что это? Выглядит как карамелька, не так ли? Но ведь это и есть карамелька, да? Леви раскрыла ладонь, и я увидела конфетку, завернутую в знакомую милую обертку. Она сказала, что получила ее в подарок от одного человека. Он подарил ее со словами «Это мелочь! Прими эти конфеты как благодарность за помощь!» Другие модели, которые тоже попробовали эти конфеты, сказали мне, что получили их при схожих обстоятельствах. Эти конфеты нравятся девушкам. И улыбка на его лице. Не может быть! Я прижала к себе сумку. На ее дне покоилась точно такая же упаковка конфет. Значит, Габриэл распространяет наркотик среди моделей. Но зачем? Я бы поняла, если бы он продавал эти конфеты. Это не было бы похоже на Габриэла, но было бы логично. Однако он просто раздает их. Рассказать им про конфеты? Нет, Габриэл не смог бы так поступить. Зачем ему это? Он просил меня помочь ему купить подарки сиротам. Он не может быть преступником. В магазинах продаются тысячи видов конфет. Может быть у них просто похожи упаковки? Я старалась убедить себя, что Габриэл здесь ни при чем, но где-то в глубине души меня терзали сомнения. Могу ли я ему доверять? Да, он хороший человек. Правда? Эй! Да? Что-то не так? Голос Митсуки заставил меня очнуться и вернуться в реальность. Он смотрел на меня с подозрением. Ты выглядишь бледной. Тебя тошнит? Да, и правда. Ты в порядке? Две пары глаз внимательно смотрели на меня. Они явно волновались обо мне. Просто расскажи им. Может быть, ты просто ошиблась. Я открыла глаза. Рассказать им. Я уже было заговорила, но мысль о Габриэле заставила меня остановиться. Что случилось? Нет, ничего. Ты очень бледна. Успокойся. Я кивнула, и он погладил меня по голове. В смущении я не могла поднять глаза, чтобы посмотреть на него. Я решила больше об этом не думать и немного вздремнуть. Я спала до самого дома. Если ты устала, Митсуки мог бы сделать тебе массаж. У него это очень хорошо получается. Ливи продолжала сводить нас с Митсуки. Массаж от Митсуки? Да, было бы хорошо. Можно тебя об этом попросить? Я была немного смущена, но мне очень хотелось расслабиться. Кроме того, я не хотела оставаться в одиночестве, поэтому я посмотрела на Митсуки. Похоже, у меня нет выбора. Митсуки ответил мне с неохотой, но тем не менее поспешил в мою комнату. Ливи объявила, что хочет принять душ, поэтому в комнате были только я и Митсуки. Митсуки и правда очень заботливый. Я открыла дверь и впустила его. Ложись вот тут. Я легла на кровать. Эй! Стоя у кровати, Митсуки положил мне руки на плечи и посмотрел мне в глаза. Его красивое лицо находилось в нескольких сантиметрах от моего. Я почувствовала его дыхание на своей коже. Какую часть тела я должен массировать? Он задал этот вопрос и меня озарило. Обычно ведь массируют плечи, спину и поясницу. Он, конечно, не мог дотянуться до этих частей моего тела, пока я лежала вверх лицом. Это было очевидно. Извини. Я попросила прощения и перевернулась на живот. В этой позиции я не могла больше видеть его лицо, но одна мысль о нем заставляла мое сердце биться чаще. Это должно быть очень вредно. Не замечая моей внутренней борьбы, Митсуки положил свою руку на мою спину, прощупывая позвоночник. Так, ну, это совсем неудобно. Понятно. Пробормотал Митсуки. Ш-что это значит? Митсуки обычно делает массаж для Леви. Конечно, фигура модели должна отличаться прекрасными формами. Моя фигура точно ей проигрывала. От мрачных размышлений меня отвлек Митсуки. Что не так? Ничего. И все-таки? Извини. За что? Я не такая красивая, как Леви. Не понимаю, о чем ты говоришь. Ты очень симпатичная. Да. По моему мнению, ты очень изящная и хрупкая. Это неправда. Многие думают, что Леви выглядит как ожившая мечта. Но я считаю, что она слишком высокая и статная. Ты мне нравишься гораздо больше. Ты лучше помещаешься у меня в руках. Лучше помещаешься в руках. В любом случае, не волнуйся о таких пустяках. Я не слишком сильно нажимаю. Ммм, нет. Все отлично. Тебе не больно? Нет, мне очень приятно. Митсуки явно владел искусством снимать напряжение. Приятная боль от массажа отлично расслабила все мое тело. Где ты научился массажу? Нигде. Я сам разобрался. У тебя прекрасно получается. Ты считаешь? О, да. Мне так хорошо, что я готова заснуть. Леви была права. Митсуки отлично умел делать массаж. Я начала дремать. Митсуки сказал, что я могу немного поспать. Мне неудобно спать. Ох, извини. Я старалась не закрывать глаза, но сон все сильнее завладевал мной. Митсуки положил мне руки на голову и нежно погладил мою макушку ладонями. Не заставляй себя. Ты можешь расслабиться. Эта фраза сработала даже лучше, чем массаж. Его руки и слова так хорошо сняли мое напряжение, что я немедленно погрузилась в сон. Эпизод завершен. Вау, ребят, я не ожидала, что наркотик это конфетки. Я даже не думала об этом. И даже абсолютно не связывала Габриэла с наркотиками. То есть мне это казались совершенно две разные линии. Ну что ж, надеюсь, что об этом мы очень скоро узнаем. Ребят, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока.